Иногда беседа оказывается настолько интересной, что отведенного на нее времени не хватает. Программа уже подходит к концу, а множество вопросов остаются незаданными. Это пути развития. Меня зовут Станислав Лугунов. Я строитель, руководитель, автор бизнес-книг и ведущий этой программы. И сегодня мы продолжаем разговор с Тахиром Юсуповичем Базаровым, доктором психологических наук, профессором МГУ, создателем учебников по психологии управления. Тахир Юсупович, добрый день. Я рад продолжить с вами беседу. Взаимно, Станислав. Очень приятно видеть. Вновь. В прошлый раз у меня был подготовлен блок вопросов, касающийся обучения взрослых, но мы даже не успели к нему прикоснуться. Хочу сегодня это исправить. Взрослые люди с трудом возвращаются к учебе, считая, что им хватает прошлого опыта формального образования. Как научить их учиться снова? Я не знаю, что значит они. Знаете, это проблема при привычке. Мы вообще существа, если так вот разобраться, довольно ленивые. Прямо скажем. И если оно работает, то зачем? Зачем эти усилия? Кому эти усилия нужны? И по большому счету эта экономия, она такая, ну, как бы понятная, что ли. И с этим все нормально. Но взрослый человек еще отличается, знаете, чем? Что когда он сталкивается с настоящей проблемой, вот тут он заводится. Вот тут для него возникает вызов. Вызов, на который надо ответить. Просто так учиться, ну, с моей точки зрения, вообще бессмысленно. Это просто трата времени. Если твое обучение, пусть даже какое-нибудь абстрактное. Вот представим себе абстрактное обучение. На, не знаю, там, экибане. Ну, ты никогда не будешь создавать эти букеты. Ты не будешь это продавать. Ты не будешь на этом зарабатывать деньги. Да, оно включается, вот мы говорили прошлый раз про воображение, включается воображение твое. Ты начинаешь кончиками пальцев видеть то, что глазами ты не видишь. Взникает вот эта вот идея красоты. И она тебя приводит к тому, что ты даже вообще теряешь время. Ну, как бы ты не замечаешь, как уходит время. Оно останавливает, оно не уходит. Оно останавливает. И ты можешь его остановить. Вот взрослый человек, обратите внимание, вот он, когда у него останавливается время, он смотрит футбольный матч, но время остановилось. Все, ничего нет. Он включен в то, что происходит. Поэтому, с одной стороны, я согласен с тем, что да, сложно взрослого человека заставить там что-то делать. А вообще зачем заставлять? Давайте сделаем так, чтобы у взрослого человека возникла такая необходимость. Она возникает. Но когда она возникает, тогда уж будьте добры, быть ему полезны. Если вы занимаетесь обучением, например. То есть, либо создаем кризис, либо создаем заинтересованность. Чаще всего кризис. Но кризис, получается, должен быть личный кризис. Я почему спрашиваю? Мы с вами сегодня разминулись на форуме труда? Да. По большому счету, смотрите, уже на национальном уровне обсуждается необходимость повышения производительности труда, повышения компетенций. Но если это все время предмет разнообразных конференций, то, значит, существуют с этим проблемы. Почему я этот вопрос поставил первым? Мне было важно с вами об этом поговорить. Ну, конечно. И сейчас же все понимают, что очередной кризис. Мы уже, в принципе, привыкли. Ну, последние 10, 20, 30 лет мы все время живем в каком-то перманентном кризисе. Все время что-то происходит. И, видимо, мы к нему уже привыкли. Что мы можем предложить тогда? Нужно каждый день встречать на проходной и создавать кризис каждому отдельному сотруднику? Ну, я бы не стал утрировать. Я утрирован. Настолько, да. Смотрите, мы сейчас можем поставить палец на край стола. Вот мы чувствуем качество, мы чувствуем фактуру древесины вот этого стола конкретного, где мы сейчас находимся с вами. Проходит какое-то время, и мы перестаем это чувствовать. Конечно. Чтобы опять почувствовать, какое качество поверхности. Нам что нужно сделать? Нам нужно либо убрать палец и положить опять, либо поводить вправо-влево. И мы опять почувствуем. Мы опять почувствуем это качество. Всегда это было. Но не было таких времен. Вот я ехал сегодня по Санкт-Петербургу, красивейшему городу в мире. Понимаете? И я же это понимаю, что оно строилось. Это строилось как бы на пустом месте. Вот ничего не было, потом появилось здание. Но если ты ездишь каждый день мимо этого, то может произойти такое, что ты перестаешь это замечать. Такое может произойти, как ты перестаешь понимать, вот каково качество этого стола. Что за фактура такая. И вопрос-то в том, что теперь просто с огромной скоростью, вот представьте себе на секунду, с огромной скоростью меняются эти фактуры. И тебе нужно научиться чему? Испытывать эти новые ощущения. В этом самый главный вопрос. Когда ты водишь вот этим пальчиком, у тебя нет возможности вообще остановиться. Ты все время чувствуешь фактуру. И в этом смысле я бы сказал, что мы все ближе и ближе к нашим очень близким родственникам, которые называются дельфины. Потому что, ну как это млекопитающие, которые живут в воде? Как это? Дышат легкими, как и мы. Как это в воде? Когда отдыхают? Когда учатся? Вот я бы эту метафору как раз использовал по поводу тех взрослых, которые живут в реальном, в реальном, вот в этой настоящей среде, в которой ты уже перестаешь понимать, что отдых это остановка. Нет у тебя такой возможности. Отдых это переключение. Переключение от одних способностей к другим. И ты начнешь понимать, что у тебя разные оказываются способности. Было что-то, что ты в детстве, ну как бы, почувствовал, но откинул в сторону, потому что пошел в другой вуз, потом начал работать. И вот теперь идет такое возвращение. И сегодня было несколько докладов, на которые я обратил внимание у нас на секции. Когда с удивлением мои коллеги HR говорят, вы знаете, вот когда мы создаем для наших сотрудников возможность, реализовать себя еще в чем-то, кто-то поет, кто-то стихи слагает, кто-то, ну и так далее, и так далее, масса всяких вещей. Мы с удивлением обнаружили, увеличивается вовлеченность. А что вы удивляетесь? Это же нормально. Это и есть нормально. Как только у руководителя есть второй план жизни, второй, другой план жизни, кроме основной работы, он становится намного сильнее. У него появляется некий объем. Я просто вспоминаю людей, с которыми служил вместе. И вот получалась такая, что в советское время еще, вот замечательные офицеры, замечательные полковники выходят в отставку. И мы уже между собой, молодые сотрудники, мы начинаем думать, слушай, сколько времени, вот сколько времени он выдержит на этой пенсии, вот сколько. И каждый раз убеждались, что ну год-два. И потом, ну извините, похороны, поминки. Но был один, который был настоятельный, ну вот, знаете, такой вот канонический вариант. Можете себе представить, канонический полковник. Могу. Такой, ну встречал. Встречали. И мы, когда он уходил в отставку, мы все переживали. Думали, вот теперь, наверное, слушай, это будет скоро, он и месяца не выдержит. Год проходит, два, пять, десять. Слушайте, его жест уже запредельный. И тут выясняют, как раз он рисует. Он и до этого рисовал. Просто у него была жизнь одна вот здесь, когда он носил форму, а была вторая жизнь. И еще неизвестно, какая из этих жизней для него важнее. Да это не имеет значения. На самом деле, обе жизни это его жизнь. И вот мы сегодня видим, сколько у человека талантов, сколько разных способностей. И их разворачивать, это и есть, по сути, смотрите, интересная штука. Организация становится не просто университетом корпоративным и лабораторией новых знаний. Ваша компания в своей области имеет знания уникальные. Я сегодня посмотрел, вот кое-что увидел. Уникальные, ни у кого этих знаний нет. И они на кончиках пальцев ваших сотрудников, ваших коллег. Понимаете, у меня язык не поворачивается, их называют подчиненными. У нас только сотрудники мы используем. Конечно, так оно и есть. Понимаете? Вот это самое интересное, что организации сегодня, я позволю себе такое высказать, в надежде на обратную связь, как вы к этому отнесетесь. Организация сегодня это лаборатория развития способностей людей. Вот что это. Это корреспондируется с моим подходом полностью. Знания знаниями, мы уже это освоили. И молодцы те компании, которые понимают, что они и есть университеты. Их деятельность, практическая работа, и есть добыча новых знаний. И передача следующим поколениям. Но сегодня возникла вторая идея, которую я сейчас наблюдаю. Это то, что успешные компании, они создают возможность. Это как бы такой кастинг, знаете, своеобразный кастинг. И каждый раз люди, одни и те же люди, проявляются разными сторонами. Как бриллианты, имеющие разные грани. И начинают блистать этими гранями. Понимаете? Тогда что для руководителя важно? С одной стороны, он оттачивает. Он огранивает. Не ограничивает, смотрите. Да-да-да. Огранивает. Да, давая возможность вот этому блеску. У меня один человек говорил в свое время. Слушай, как же тяжело. Были бы люди похожи на кирпичи. Как легко складывать. Они бриллианты. И вот как эти грани подобрать? Хороший вопрос. Такая метафора, знаете, глубокая очень. Метафора сильная. И тогда что возникает? Тогда возникает идея, куда мы это складываем? Как мы это? Понимаете, вот это становится ключом для успешного руководителя. Найти способ. Найти способ показать разные грани. Дать возможность им засветить этим разным граням. И тогда я что делаю? Я мастер по оправам. Вот кто такой руководитель? Мастер, создающий вот эти оправы. В которых блеск бриллианта становится особенным. Но их несколько. И это команда, с которой он имеет дело. Это правда. Вернусь к обучению взрослых. Дело в том, что мне многое из того, что вы говорите, мне сильно отзывается. Потому что иногда нашу компанию называют УПК. Помните, в 80-е и в 90-е были учебно-производственные комбинации? Кранеев. То есть мы не так красиво называем, что мы университет. Мы иногда называем УПК, потому что наши выпускники, то есть те, кто работал у нас в компании, работают в других компаниях уже. Но идея развития, идея развития не только для себя, но в итоге в целом для отрасли, для города, она мне, например, близка. Но так как меня интересуют еще и вот такие прикладные вещи, хочу задать вопрос. А вот как, на ваш взгляд, должен сейчас выстраиваться учебный курс для взрослых людей? То есть есть ли в нем место самостоятельной работе? Должно ли бы быть место? Стоит ли давать домашние задания, которые так не любят со времен школы? Как вот должен выглядеть учебный курс, который не идеальный, а хороший, скажем так? Ну, несколько рекомендаций, опираясь на ваш опыт. Ну, это хороший вопрос. Я бы сказал, УПК для меня сегодня, это университет профессиональных команд. Классно. Ну, по образам я должен сказать, что я вообще в восторге, потому что, прочитав книгу Тахири Суповича, конечно, метафоры и образы, это, конечно, это сильно. Я вам за это отдельным признателем. Потому что меня впечатлило. Спасибо. Ну, мы тут с коллегой вместе, да, любим немножко поработать с образами. Ну, смотрите, про обучение взрослых. Ну, сейчас вот, сегодня как раз запускается программа «Третий поток». Мы так бы называем сокращенно «Школа Базара». Совместно с Академией Ранхикс. Группа взрослых людей. Это взрослые люди. Много собственников бизнеса, лидеров своих команд. Что значит, смотрите, вот для меня всегда это был очень такой болезненный вопрос. Непростой. С давних времен, я же обучением взрослых занимаюсь давно. Еще в советское время. Поэтому я вам такие вопросы задаю. И здесь какая-то очень интересная штука. Смотрите. Конечно, я понимаю тех, которые говорят, практика ориентированного обучения, это должно быть столько-то процентов практических занятий по отношению к теории, к лекциям. Я говорю, нет. Не в этом дело. Для меня образ практического, практико-ориентированного курса в свое время был в Новосибирске. Когда с фермерами, это сельское хозяйство. Когда мы с ними начали, ну, была история такая, что очень похожая на человека, который своим соседям, которые так же, как он, производили кукурузу, принес лучшие сорта кукурузы. Они говорят, подожди, зачем ты это делаешь? Мы же конкуренты с тобой. Он говорит, ребята, вы поймите. Пчела, она не различает. Конкуренты мы или не конкуренты. Если у вас хорошие сорта кукурузы, то она не будет портить мою кукурузу, как она делает сейчас. Поэтому у нас у всех будет хорошая кукуруза. И так вот один из моих клиентов, партнеров, заинтересовался сельским хозяйством в Новосибирске, в Новосибирске области. И он говорит, ты понимаешь, я хочу, чтобы рядом хозяйства тоже были успешными, не только мое. Вот ты можешь какую-то учебную программу придумать? Вот с этого началось. Получилось или нет, не мне судить, но для меня был очень важен сам подход к практике ориентина. Я отвечаю на ваш вопрос. Я смотрю, что должно быть в конце, что в итоге. Во-первых, продукт, итог и результат. Три вещи, которые всегда держим в поле своего сознания. Продукт – это то, что отчуждается. Что-то сделано и отчуждается. Вот книга написана, я ее прочитал. Прекрасная книга Станислава Лагунова. Лидер на катке. Это продукт. Причем те, которые думают, что речь идет о катке, на котором можно кататься на коньках, те будут, наверное, разочарованы. Но зато поощрением для них будет расшифровка этой аббревиатуры. Понимаете? Вопрос ведь вот в чем. Что продукт, он сделан и он живет своей жизнью. Я как автор уже к этому продукту, я имею, конечно, отношение, но на самом деле я уже повлиять не могу. Второе – это итог. Мы на берегу определяем, какие знания, какие умения, какие ценности мы должны приобрести в ходе обучения. И это проектная задача. Мы определяемся прямо на берегу. Что такое произойдет, когда мы выходим в море. И третье – результат. Что такое результат? Это с кем вместе мы создаем вот это новое будущее. Если мы вступили в этой команде, насколько она стала лучше, после того, как мы этот проект реализовали, учебный. Скольких мы вовлекли в этот проект? Людей или организаций, или сообществ. Кто вовлекся в этот процесс? Вот эти вот три вещи – продукты, ток и результат – становятся ключевыми. И это как бы один аспект. Второй аспект очень важный. Ну хорошо, дипломная работа. Ну что, введение – основная часть заключения. Супер. Я говорю, так, подождите, у нас практическое обучение. Сделайте мне оглавление, как это должно быть в бизнес-плане. Анализ хозяйственной деятельности, финансовые показатели, оценка персонала. Можете сделать? Ну конечно. Давайте. Вот это и будет структура вашей дипломной работы. Каждый из этапов мы отрабатываем с экспертами отдельно. Каждый из этапов. В конце это будет не просто государственная комиссия, там, из преподавателей, и так далее. Это будут банки, представители банков. И они будут оценивать ваш результат кредитами, которые будут выдавать. Вы готовы на такую игру? Готовы. Хорошо. И вот была там для меня потрясающая история. про одного из этих людей, кто учился. Он производил фантастическое молоко. Мне рассказывали, что в Новосибирске выстраивалась очередь за его молоком. Но вот беда. У него два коровника. Один отапливаем, а другой нет. У него нет возможности отапливать второй. И приходилось этих замечательных животных переводить на мясо. Понимаете? И это понятно, что это проблема. Но самое интересное, что в ходе этих собственных, собственного анализа, мы только помогаем это делать, он вдруг приходит к выводу, он сам делает открытие, что он ходит по пиролизному газу. У него торф. И это можно превратить в этот самый пиролизный газ. И эти можно отапливать второй коровой. Смотрите. О чем мы говорим? Мы же читаем Платона, смотрим диалоги Сократа. О чем мы говорим? Вот это для меня практическое обучение. В ходе которого он выяснил, что такое анализ хозяйственной деятельности. Он понял, как создаются финансовые документы под кредитование. Он понял, как работают технологии. Он понял, с какими людьми ему идти дальше. Понимаете? Кто-то может сказать, что, знаешь, что это за обучение. Ну, это, кажется, хорошее обучение. А я тоже. Потому что оно дает конкретное... И здесь не встает вопрос, а что мы получили в итоге? Потому что, видите, с обучением как бывает? Он отправил куда-то группу. Ее не было, например, неделю. Через неделю приезжают с дипломами. А через две недели смотришь, поменялось ли что-то в их работе. Не поменялось. Из чего я делаю вывод, например, что вот эта программа была не очень. Ну, не могли отдохнуть, например. Мало ли там чего. Это еще не понятно. Почему я, собственно говоря, почему я и задал вопрос, как построить курс для того, чтобы... Вот пример с собственником, он прекрасен. А вот с сотрудниками. Такой более... Чуть-чуть... С сотрудниками. Да, попроще. Очень-очень хорошая. Это действительно понятная совершенно вещь. Когда мы это делаем с сотрудниками, мы берем те проблемы, которые существуют в компании. вот сейчас. Здесь и сейчас. Помните эту историю с AT&T? 50-е годы. American Telephone Telegraph. И собирает вице-президент. Ну, топ-менеджмент собирает он. Всех руководителей на правду не собирает. Вот. И выясняет, что... Слушайте, ребят, вы вообще говоря, на чем основываетесь в своей работе? На данных, исследованиях, которые были в начале 20-го века придуманы. Беллом, Омом, там и так далее. Вы собираетесь идти в будущее с этим? Ну, как бы это риторический вопрос. Ясно, что вы не пойдете в будущее с этим. Да, понятно. Поэтому у вас есть конкретные задачи. И разбивает их на проектные группы. Вот одну проектную группу, работу этой проектной группы описывает известный консультант, Аков, книги «Идеализированное проектирование», переведенные на русский язык. Что там происходит? Им поставлена задача. Для меня это было удивительно. Но для любого человека, который находится внутри бизнеса, это абсолютно понятная вещь. Должна быть, с моей точки зрения. По крайней мере, я это всегда добиваю. Вопрос такой. Так, вот они, дисковые телефоны. Всем нам хорошо известно. Еще пока. Ты снимаешь трубку. Гудок пошел? Пошел. Он просто так, что и пошел? По Божьей милости. Электричество израсходовано. Посчитали. По всему миру. Вот только сняли трубку. Еще ничего не произошло. Никакого контакта нет. Еще даже набора номера нет. Электричество потрачено. Десятки миллионов долларов. Уходит только на то, чтобы снять трубку. Снять трубку. Набор. Оказывается, что-то там, не знаю, 10-15 процентов почему-то неверных наборов происходило с помощью вот этого дискового набора. Понимаете? Ничего себе. И он ставит задачу. Конкретно. Я люблю такие конкретные задачи. Я считаю, что вот с них и должно начинаться обучение в любой компании. Мы должны снизить, а лучше вообще ликвидировать, удалить вот эти затраты, которые не несут никакой ценности нам. Придумайте решение. И вот отсюда начинается управленческое действие. Не от того, что ты командуешь. Не от того, что ты кому-то дал распоряжение. Вот здесь ты включаешь весь свой интеллектуальный потенциал. Ну и что вы думаете? Там в этой... А проектные команды как собираются? Причем обратите внимание. Все по Макаренко, Антон Семенович. Гетерогенные группы. Один из верхнего эшелона руководителя, среднего, линейного. И даже двух студентов туда включили в эту проектную группу. Вот которые и сыграли свою роль. Почему они запомнились? Потому что они исчезли, потом появились и говорят, у нас есть решение, у нас есть идея. Не решение, есть идея. Все говорят, какая? Надо поменять местами. Поменять местами набор и снять ее. Те смотрят на этих молодых примеров и думают, о чем речь. Вы чего говорите? Потому что они-то живут вот в рамках этой модели, этой картины. Что значит, ты набрал номер, а потом снял трубку? Это бессмысленное действие для них. Говорят, вы не понимаете. Начинают искать на столе, говорят, о, находит калькулятор, дайте калькулятор, посмотрите. Мы набираем, вот как на калькуляторе, а есть отдельная кнопка, которая означает снятие трубки. Меняем местами. Это 53-й или 54-й год прошлого столетия. Насколько опережает последующие действия и мысли, понимаете, вот это, казалось бы, проектная работа. Вот это есть для меня практика ориентированного обучения. Потому что, если управленцы любой организации вообще не понимают проблем, с которыми сталкивается компания, то о чему их учить? Ну, если они не владеют инструментами. Инструменты – хорошая тема. Инструменты – хорошая. Мне она очень нравится. Она, с моей точки зрения, вторична по отношению к самой проблеме. Конечно. Вторична. Вторична. То есть, мы идем сначала в понимание проблем, хотя иногда бывает, смотрите, ход какой интересный. Это вторая возможность. Иногда ход такой. Руководство компании говорит, знаете, все говорят на разном языке. Вот у проженческого языка общего нет у нас. Можем сделать. И это хороший вход в проект. Мы говорим, так, давайте, да, конечно. Давайте все вместе поймем, что такое смарт. Что такое свот-анализ. Давайте все вместе поймем. И на упражнениях сначала учебных, учебных, потому что надо отработать язык, надо отработать саму методику. А потом ты говоришь, слушай, а вот у вас же есть эта тема, давайте попробуем. Ну-ка, втаскивайте свою проблему. И они начинают втаскивать. И все. И опять пошла вот эта история с своей собственной проблемой. Понятно, да, с решением. Ну, конечно. Потому что, если она не будет неприкладной, если он будет решать только... То есть, получается, что если мы на обучении используем кейс-метод, когда мы просто разбираем чужой кейс, то он будет работать не так-то уж и хорошо. Ну, он же... Каждый метод имеет свои ограничения. каждый. Каждый. Хорош по-своему. Поэтому, даже в спорте, ну, зачем бы надо было Рагулину вообще с этой штангой тягаться? Ну, зачем? Если он на коньках должен быть защитником, и так далее. А поэтому он блестящий защитник. Знаете, он чувствовал вес своего собственного тела. Да, понятно. Вот зачем он это делал. Зачем вам, занимающимся психологией, изучать математику? Зачем? Логику? Зачем? Это и есть тренировка мышления. Это тренировка твоих мыслительных процессов. Не для того, чтобы ты стал великим математиком. Вовсе нет. Ты по-другому структурируешь этот мир. У тебя другая скорость мыслительных процессов. За счет вот этой просто тренировки. Почему в царской России изучали латынь, греческий? Латынь понятна. Она как бы давала тебе возможность осваивать многие европейские языки. А греческий, спрашивают, зачем древнегреческий? Для памяти. Разбивала память. И вот сейчас, Тахир Ильисович, я вас должен остановить. Я уже переживаю, что мои конкуренты посмотрят нашу программу, поймут, что я делаю у себя в компании. И сделают это у себя? Сделают у себя или еще не дай бог воспользуются вашими советами. Поэтому тем более мы подошли к очень важному моменту. Вы сейчас сказали про память. Да. И для чего развивалась. У меня как раз есть вопрос. Хотел попросить, чтобы вы сказали для наших слушателей, какие навыки и компетенции вы рекомендуете развивать нашим слушателям в первую очередь. На что обратить внимание? Пускай это будет 3-4. Потому что учитывая, что это для взрослых людей, чтобы это были рекомендации. Потому что память уже прозвучала сейчас по сути. До этого я говорил про воображение, внимание и волю, которые надо развивать. Да. память. Я как бы так покасательный прошел по отношению к памяти. Что касается памяти, это работа со временем. Вот здесь самое главное это работа со временем. А что вы имеете ввиду? Я имею ввиду, что само время это не такая простая вещь, как движение стрелок, секундной стрелки по циферблату. Нет. Субъективное время личности это особый ресурс, это особый способ понимания этой жизни. Я для себя понял, что вся эта история с прошлым, настоящим и будущим это все сказки. Это все то, что можно написать, но вовсе не означает, что так оно и есть. Да, то, что мы немножко с вами касались прошлой про былое, грядущее и сущее. Да. Знаете, вот эта вот мелодия, если вы сейчас какую-нибудь мелодию попытаетесь воспроизвести, она у вас где сейчас? Ну, где-то там. Ну, в прошлом, в настоящем или в будущем? Это сложнейший вопрос. Блаженный Августин на это и обратил внимание в свое время. Где, где оно? Почему он стал говорить настоящее прошлое, настоящее настоящее и настоящее будущее? Он специально добавил, казалось бы, одно и то же слово к тем словам, о которых мы говорим, как бы обращая внимание, что если я сейчас эту мелодию, я знаю, когда она закончится, но ее еще нет, я еще ее не воспроизвожу. Где она находится, где она локализована? И в этом смысле человек, строящий какую-то стратегию свою, жизненную или проектную и так далее. Для него вот это очень важно. Понимаете, где, в какой промежуток это попадает? Где тот самый момент, когда оно выстрелит, когда оно, ну, можно считать, что вот оно достигнет? Где оно? Его нет. Это означает, что мы в рамках своего сознания это строим. Но я-то хотел сказать про то, что сегодня так же это обсуждалось. мы как бы вроде давно хорошо понимаем, что есть в человеке, это все условности, конечно, для ваших слушателей, что это просто придумки такие, имеющие отношение к жизни, но все равно придумки. Что есть hard, skills или способности такого твердого свойства, математика, экономика, вот что-то вот такое, какие-то вот такие знания, которые могут быть описаны в виде формул, каких-то готовых решений, soft skills, то, что мы с вами понимаем, что это мягкие навыки коммуникации, коммуникация, все говорят, да, все равно с коммуникацией, эмоциональный интеллект, что-то вот такое. И то, и другое замечательно. На самом деле я бы сильно даже не делил между собой, потому что и коммуникации можно... Может быть хардом. Коммуникация может стать хардом, конечно. Я сегодня понял это на выступлении. Все, выступаешь, приходи, пришлось потренироваться, потому что для меня сейчас стало это важным. Я стал развивать как хард, потому что я часто бываю в аудитории. Да. То есть, как фигура и фон, меняются местами. Основное блюдо и гарнир. Вот они раз и поменялись местами. И ничего страшного, это же в нашем восприятии происходит. Но я-то вижу, что сегодня самым важным становятся self-skills. И вот о них имеет смысл сегодня говорить на полном серьезе. Для меня self-skills это субъектность. Это способность человека во-первых прогнозировать последствия своих действий и во-вторых отвечать за последствия своих действий. Это вот когда мы говорим можно на человека положиться или нет. Вот есть ребенок. Мы какие там self-skills. Там поиск, там познание, там интерес, любопытство, о котором мы говорили в прошлом. А это то, на что можно положиться. И мы видим людей, на которых можно положить и тех, на которых нельзя положиться. Мы начинаем переживать. Слушай, откуда берется ответственность? Откуда? Вот что это за такое? Почему для одного это обязанность, а для другого обязательство? И тот, который это как обязанность воспринимает, для него есть всегда отговорка, что какие-то были внешние причины, и я не выполнил. А у кого это обязательство, никаких не может быть внешних причин. Он всегда выполнит то, о чем договорились. И самое интересное, что он автор своего решения. Он автор своей ответственности. в отличие от этого, который не автор, он не стремится быть автором. Есть кто-то, кто ему приказал. Вот тот автор, а не я. Понимаете, здесь вот такая важная возникает особенность. Начинаем исследовать. С чем это связано? С какими характеристиками? С чем можно было бы поработать? Что можно было бы отточить, если в версии бриллианта? Либо что можно было бы развить в человеке? Выходим на формулу трех С. Она в книге, по-моему, упомянута, где-то там частично даже описана. Формула трех С. Что оказывается становится очень важным? Первое это самоопределение. Понимание самого себя. Кто я? Где я нахожусь? Что за ситуация, в которой я нахожусь? Что за контекст, в котором я нахожусь? И когда у гроссмейстера спрашивают насколько ходов вы думаете вперед? Это замечательный ответ для меня. Дело не в том, насколько ходов я думаю вперед. Дело в том, насколько я понимаю ситуацию, в которой нахожусь. Обратите внимание, что и военное искусство состоит не в том, чтобы на несколько ходов увидеть вперед и обратить внимание, как будет на тебя реагировать. Я точно должен понимать свою ситуацию. Чем я располагаю? Каковы мои ресурсы? Каковы мои возможности? Вместе с кем я? тема самоопределения сегодня одна из ключевых с точки зрения и обучения, и отбора, и формирования среды вокруг, внутри компании. Это ключевая вещь. Если есть самоопределение у людей, каждый понимает, где он, кто где, каким образом мы взаимодействуем, то получается, что я понимаю свое предназначение. Это очень непростая задача, потому что я сейчас вас слушал, недавно пришел, думая над тем, как построить правильную систему обучения, я понял, что мы все время смотрим на точку Б. Мы хотим оказаться в каком-то светлом будущем. А мы очень часто не можем четко сформулировать точку А, где мы находимся сейчас. И то, что вы сейчас говорите, я так сразу себе записываю, потому что это получается такой принципиальный вопрос. То есть не зная точки А, неизвестно в какую точку Б ты дойдешь. Я так начинаю вспоминать кое-что из школьной геометрии сразу. Представьте себе, что вы, в подтверждении ваших слов, что вы движетесь по болотам, и вы знаете, куда вам надо прийти, но кочки вас ведут в другую сторону. Вы движетесь не по прямой, движетесь по тем пунктам, которые безопасны для вас. Вы можете по этим пунктам пройти. И это может быть далеко от точки Б, к которой вы стремитесь. Разве это не осознанное движение? Еще какое осознанное? Оно еще продуманное? Ну, может быть, как раз и неосознанным, либо осознанным, но из чувства страха. Я пошел в другую сторону, потому что мне показались эти кочки более надежные, чем те, которые идут с точки Б. Здесь много драматических историй. Я недавно столкнулся с исследованием по поводу известного нашего летчика Моресева. Вы знаете, он действительно 12 километров прополз. Действительно был обморожен. А трасса ракадная, по которой шли наши грузовики, повозки и так далее, была в 250 метрах от места падения. Он не в ту сторону пошел. Но кто бы ему сказал, куда идти. Понятно. Понимаю. Я вас перебил самоопределением следующей синхронизации. Нет. Следующая самоорганизация. Следующая самоорганизация. Это очень важная такая вещь, связанная с управлением собой, управлением реальностью. Посмотрите, сегодня был доклад очень любопытный про одну компанию. Человек, который сам в этом во всем участвовал. В этой компании. Рассказывает об этом. и показывает календарь. Вот по этому календарю мы жили. Это как будто бы календарь майя. Знаете, во-первых, непонятно, почему именно так эти квадратики сложены. Ну, вернее, понятно кому-то, кто их сделал. Знаете, вот я смотрю на этот календарь, и это музыкальная грамота. Это музыкальная грамота. Так, в августе мы запускаем замысел, который выстреливает в декабре. Почему 13 декабря? Тоже понятно. И какие проходят этапы? Это очень интересная штука, я это называю управление событиями. То есть, что ты делаешь? Ты наперед, зная с одной стороны темпо-ритм жизни, с другой стороны, имея представление о целях, причем цели не только внешние, но и внутренние, связанные с жизнью коллектива как такового, выстраиваешь вот эти событийные точки. Причем события, у нас по поводу событий довольно много интересных исследований. Это и то, что события это не ивент, как некоторые говорят. Я, говорит, ивент-менеджер. Ну и хорошо. То есть, ты специалист по мероприятиям. По-русски события это не мероприятия. По-русски события это то, что запомнилось, то, что обсуждает, то, что является частью нашего дискурса. И оно граница между ситуацией всегда. События завершает одну ситуацию и начинает другую. Для управленца это ключевая вещь. Я должен наперед продумать вот эти переходные моменты. И продумать, как они будут сценированы, эти переходы. Вот я сегодня увидел на примере конкретной организации, там, не важно, банковской, не банковской. Я увидел, как это сделано. вот осталось найти автора, который это придумал. Автор интересный. Автор из разряда, знаете, таких вот людей, которые, вы знаете, что в русском репетарном театре есть пьеса, которую, если кто-то поставит, какая-нибудь труппа, то она заведомо, мы с вами можем быть совершенно уверены, что она поставит любую от античных до современных пьес. Ревизор. 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 Николай Васильевич Гоголь, он не был асессором, он не создавал асессменты, но он сделал феноменальную совершенно вещь. Смотрите, через те амплуа, которые прописаны персонажем, он на самом деле задал практически предельную палитру того, что может быть. Поэтому представляете себе, какова должна быть труппа, чтобы она могла поднять вот эту пьесу. Я когда об этом услышал от профессионального режиссера, вот здесь, в Санкт-Петербурге, это было, в 2004 году, я был ошарашен. Я был ошарашен. Он говорит, подождите, ты не можешь, он говорит, присмотритесь, присмотреть, это такая вещь, о которой не говорят на каждом углу Невского. Нет, нет, это только для профессионалов. У меня там была другая история, мне нужно было формировать команды спортивного типа, мне нужно было понять, какие амплуа, какие роли можно встроить, чтобы получилось. И вот эта проблема самоорганизации, это проблема вот этого контроля, то есть на сколько шагов я могу контролировать, что есть диапазон контроля в моем случае, какой набор, каков репертуар ролевой, который я могу контролировать, что за ансамбль, что за оркестр, ну, в зависимости, или джаз-банд, в зависимости от культуры, которую я исповедую, потому что я могу и так, и так, и так, у меня много всяких вариантов может быть, и все будут хороши, просто каждый из них будет, ну, для меня хорош, а в целом это будет очень эффективно, будет очень успешно, с точки зрения там, позиционирования на рынке. Самоорганизация, самоконтроль, я бы сюда бы еще добавил саморегуляцию, потому что, знаете почему, правы те, мои коллеги, психологи, которые считают, что саморегуляция это основа жизни вообще любого живого существа, для которого нужна обратная связь, позволяющая вот эту саморегуляцию обеспечить. Вот это очень важный такой момент. Ну, под саморегуляцией мы понимаем психофизические какие-то компоненты, то есть, как я себя чувствую, как я в мире, чтобы мне вот понять, то есть, когда мы говорим про саморегуляцию с точки зрения психологов. Это адекватность моего положения в этом мире. А, адекватность положения в мире. Угу. Ну, я просто решил, что под саморегуляцией еще может быть... Как бы вот мое понимание с одной стороны самого себя, с другой стороны другого человека. Угу. Диапазон может быть огромный. Вот, того, что вот я подошел, не знаю, там, к полотенцесушителю в туалете, поднес руки, он заработал, убрал, он перестал работать. тут есть какой-то какой-то элемент саморегуляции. Угу. Такой быстрый, прямой, однозначный. Угу. Да, а это может быть совершенно другая история саморегуляции, когда мы договариваемся о том, что мы вот эту идею реализуем, и по очень тонким каким-то вещам, понимаем, мы вместе туда идем или нет. И вот здесь саморегуляция, она основана на, ну, своеобразном доверии, что ли, друг другу. Угу. то в это время, пока я оглядываюсь, я же не занимаюсь своими делами. Да. О чем мы договорились? Да. Я нарушаю наши договоренные. Про доверие мы еще поговорим. Хорошо. Синхронизация. Третья синхронизация. Да. Пожалуй, самое, наверное, сложное из этих трех S. Мне все время как-то хочется уходить все больше и больше в метафоры, потому что синхронизация это вот как танец, как совместный танец. Когда ты чувствуешь партнера, когда ты чувствуешь музыку, и ты вот в этой музыке как бы реализуешь не только себя, но и партнерского движения. Почему партнер? Потому что партнерство это способность делить риски. Партнер я только в том случае, если я готов делить риски. До этого я могу быть союзником, могу быть соратником, могу быть другом и так далее, но не партнер. В этом как бы принципиальная такая особенность партнерства, предполагающая синхронизацию. на бытовом уровне это выглядит следующим образом. Есть люди, наверняка и в вашем окружении есть люди, которые все время не в попад. Звонят, когда тебе некогда. Приходят, кстати, ты их не ждешь. А есть ведь те, которые звонят вовремя, приходят, когда ждешь, предлагают решения, которые созревают. И вопрос нормально задают. И вопросы нормально задают. И у них готов ответ, когда у тебя созрел вопрос. Смотрите, за счет чего вот это происходит. Вот это синхронизация. Вот в нашем случае вот это и есть синхронизация. То есть синхронность не в смысле того, что мы одновременно там Бой или Мариотт, я не знаю, там придумали что-то в разных частях света. Нет. Здесь важнейший момент это синхронизация без предварительной договоренности. Вот когда нет предварительной договоренности, а действуем синхронно. Вот это высший пилотаж. Высший пилотаж. И по сути, ну, конечно, мы можем попытаться. У нас есть масса всяких тренингов. У меня есть масса интересных упражнений, которые вот ты проходишь, и вдруг ты начинаешь чувствовать кайф от синхронизации с другими. Как это происходит? Подожди. Когда я такого не ощущал. Вот у нас там пять человек, и мы вдруг синхронно действуем. Но это все упражнения. Это просто намек на то, что вообще, в принципе, это возможно. Что это не сказка, это не придуманная история. Это возможно. Этого можно добиться. Но чтобы этого добиться в жизни, вот здесь требуется лидер. Вот здесь мы видим такую фигуру, как лидер, как драматург, как режиссер. Ну, знаю, для меня два французских тренера такие по сборной по футболу. Первый, это, конечно, Мишель Идальго. Это он, конечно. Который в восемь четвертом сделал золотую команду европейскую. Это надо было видеть, конечно. Мы были просто потрясены. У нас было впечатление, что это не футбол, это балет. Что это? Мишель Полотени был капитаном этой команды. Тягана. Рош То, бегавший, как будто это корсиканец какой-то или гасконец по полю. Что-то было невероятное. Я тут на Ярославском возгале покупаю футбол-хоккей, вот этот еженедельник был такой. Не знаю, есть он сейчас или нет. Я тоже не знаю, читал в детстве. Да, я его брал и читал. Тут попадаю на интервью с этим самым Идальго. У него спрашивает журналист или журналистка, сейчас не помню, спрашивает, ну, наверное, вы какую-то сделали особую методику подготовки. говорит, ну, как вам сказать, они профессионалы, они сами знают, как готовиться. Ну, там была какая-то особая диета для них. Да нет, они профессионалы, сами знают, что им есть. Подождите, вот она задает вопрос, и на каждый вопрос получает один и тот же отъем. И потом, как бы так, в сердцах уже спрашивает, слушайте, ну, вы-то что-то сделали для того, чтобы они взяли золото. И он тут говорит какую-то странную на тот момент мне показавшуюся вещь. Он говорит, вы знаете, в течение двух лет, пока я их готовил к золотым медалям, я их приучал к одной мысли. Причем, при каждой встрече, при каждой, не важно, в самолете, в ресторане, в автобусе, в раздевалке, на тренировке, я их приучал к одной мысли. У кого мяч, тот и лидер. Это гениальный, простой совет. Вот оно, решение, совершенно удивительное для меня. Когда мне показали, как это можно... Подожди, Верюль, сначала показал глупостью, ну, как обычно. Естественно. Ну, что он сказал вообще? Его спрашивают о высоких материях, какая-то там должна быть тренировочная история, рецептура, а он вдруг кроме того, что ты лидер. Но, для того, кто занимается синхронизацией, лидер, драматург, режиссер, для него важно найти тот ключик, который запустит этот процесс. Я взял мяч, я, значит, лидер для всех. Все стали тут же ведомыми, все тут же мне помогали. Я только перекинул через секунду, теперь я готов помочь другому, а тот уже лидер. Ну, вот, может быть, мои коллеги, которые будут смотреть эту запись, поймут то, о чем я говорил с помощью вот этой истории, потому что у нас в строительстве большое количество комбинаций, пасов, участников еще больше, чем в футболе. И я как раз говорю, что если ты не можешь, ну, не понимаешь, как тебе справиться с проблемой, отдай пас, отдай другому реализацию, отдай выше на этаж проблему, ну, просто по камере дай этот пас. Классно. Нашли, нашли как бы ответ. Тахир Юсупович, у нас каждая встреча, я в середине понимаю, что нужно уже следующую, на следующей договариваться. Уже нужно на следующей договариваться. Перейду все-таки, хочу еще все-таки с одной компетенцией поразбираться все-таки сегодня. В совместной книге с Александром Крымовым, покажу еще раз, «Счастливая компания», «Секреты практической психологии» вы называете «Счастье компетенцией». А есть ли возможность эту компетенцию развить? Ну, опять, у вас что-то вопрос, что-то целый разговор. «Счастливая компания» мы серьезно подходим. Это дело не в моих ответах, дело в ваших вопросах. Вопросах. Между прочим. Смотрите, я ведь как для себя определяю компетенцию и компетентность. Для меня компетенция это, вот если взять организацию, любая организация имеет три типа компетенции. Первое, стандартная. стандартная компетенция это то, что позволяет ему быть на рынке. Он имеет право заниматься строительством, например. Да, все лицензии, все, что необходимо, все у него есть. Есть ключевые компетенции. Что такое ключевые компетенции? Те, которые позволяют этой компании быть одним из лидеров рынка. Есть какой-то изюмчик, такой свой, свой изюм, который у этой компании. И она, может она не первая, она в десятке. Первая. Да. За счет вот этой компетенции. Причем там может быть много чего такого, о чем они могут не говорить. Вот. И совсем не обязательно. Есть третий тип компетенции, который называется ведущие компетенции. Это то, что мы умеем делать, но то, что сегодня не нужно пока никому. Но мы это умеем делать. Мы научаемся это делать. Оно выстрелит потом. Причем оно выстрелит так, что сделает нас лидерами этого рынка. Ну, не знаю, условно говоря, пример, причем это очень парадоксально всегда бывают вещи неожиданные в бизнесе. Никому в голову не могло прийти, что то место, которое в общем связано с нефтепродуктами, бензином, соляркой. Ну, грязное место всегда было. Значит, что там вдруг появится что-то типа ресторана, будут горячие какие-то булочки, кофе хорошего качества, кока-кола, вода, соки. Знаете, пока Бридж Петролем не придумала это как ведущую компетенцию, этого не было нигде. Никто как бы об этом и не думал. Когда стали догонять, догоняют и всегда все равно чуть-чуть отстаешь. Ты отстаешь. Почему? Вот здесь вот очень тонкая вещь, о которой мы сейчас и говорим с вами. Компетенция счастья это особое состояние людей. Это ты создаешь среду, в которой они начинают понимать три в одном. удовольствие, благополучие и статус. Удовольствие, благополучие, статус. Благополучие материальное. Понятно. Я бы сказал, я так могу сказать. Все понятно. Удовольствие, деньги, значимость. Удовольствие, благополучие и статус. Когда мы говорим просто про удовольствие, то мы теряем вот эту деловую сторону. Когда мы говорим про благополучие, мы наоборот выпячиваем материальную, но перестаем понимать, что в русском языке под частью понимается благоденство, а не благополучие. И когда мы говорим про статус, мы можем потерять содержание того, чем ты занимаешься. И вот в этом смысле счастье как компетенция организационная. Я ее воспринимаю как пока может быть немножко идеализировано, пока еще наблюдая за компаниями. Это предвосхищение. Я бы сказал предвкушение. Да, потому что более ценно. Состояние предвкушения. Когда ты я сейчас наблюдаю за некоторыми компаниями, вот эта ситуация, в которой мы сейчас проживаем все вместе, в мире, я думаю, не только в России, она такая, как бы одних загнала в угол, и им сложно вообще принять какое-то решение и понять. Они начинают скукошиваться, вот уменьшаться, как будто, чтобы их не заметили. Ну, конечно, тебя не заметили. Нет таких, кого не заметят. А вторые начинают искать новые ходы. И вот идут туда, где речь идет о том, что, слушай, может быть, действительно взять калькулятор, попробовать и просчитать. И вот это вот предвкушение того, что ты сейчас делаешь вот этот ход, и ты придумываешь такую компетенцию, которая выстрелит, никто не знает. Все, может быть, в ожидании, все думают, будет или не будет. Может ли это быть. А ты это продумываешь и выстреливаешь этой компетенцией. Так вот, компетенция счастья это предвкушение вот этого успеха. Но все вместе. У нас есть понятие транс-субъекта, которое означает, что, друзья мои, не надо в личности каждого искать ценность. Ценность между. Ценность вот в этом это не промежуток, это пространство. Пространство между. сложное пространство. Это пространство. Большущее, серьезнейшее пространство, в которое каждая сторона вкладывает что-то. Но там нет красного, нет желтого. Там возникает оранжевое, которое наше общее. Вот это оранжевое, оно и является как бы ключом к пониманию. Пока мы изучаем красное, так же, как мы будем изучать формулу воды, газ, водород, газ, кислород, и что мы поймем про воду. Наверное, про транссубъектность можно же взять мои вопросы, ваши ответы и появляется что-то третье. Да. Правильно? А слушатель, который его услышал, этот ответ, переварил, это будет уже какая-то другая транссубъектность получается. Транссубъектность это то, что мы с вами, познакомившись относительно недавно, уже прожили большую жизнь содержательную с точки зрения осмысления вот тех вопросов, которые вы задаете, моих ответов, которые я пытаюсь задавать на наши вопросы. Понимаете? И это это же не какая-то заготовка, вот кто-то там посидел, почитал, мы договорились, список вопросов мне Станислав выдал, я сижу, значит, готовлюсь к этим вопросам. Ну, конечно, тем более, что-то рождается сейчас прямо. Именно так. Какие-то уточнения. И это и самое ценное в рождении транссубъектности, это оно и есть. Тахир Исупович, а вот когда описываете счастливую компанию, я все время сейчас возвращаюсь к книге, то это люди, где чувствуют как раз защищенность, где занимаются тем, что любят, умеют делать, а какую роль счастливая компания играет результативность? Потому что, в принципе, я уже из предыдущих ответов понял, что вы результативность ставите, ну, это важный, это важный термин, важный аспект любой деятельности. Счастливой компании результат деятельности, насколько он важен? Смотрите, там же, там же получается, как? Счастливой компании все три аспекта присутствуют, без этого быть просто не можем. То, что они достигают лучших результатов, чем другие, это однозначно, просто, по определению. Причем, самое интересное, что сегодняшний результат, это на какую-то дельту выше, чем результат вчерашний, наш же. Это первое. Это уже, это предпосылка. Это предпосылка, безусловно. Вот эти три вещи, они предпосылка. Это получение удовольствия от того, чем ты занимаешься, ты любишь это делать. Второе, ты это делаешь лучше других. И ты понимаешь, что ты наращиваешь вот то, что ты делаешь лучше других. И это для тебя важнейший стимул, делать лучше. и одновременно ты еще и зарабатываешь очень хорошо. Ну, да, потому что благополучие сложно обеспечивать, если компания не зарабатывает. Уточню еще одно небольшое уточнение. В вашей формуле, где вы описываете организационное доверие, вы, соответственно, прочитаю, да, вы упоминаете четыре компонента. Результативность, порядочная, забота о других и организованность. У меня нет вопросов к последним трем, а почему результативность, а не эффективность? Потому что ведь результат можно достигнуть любой ценой, там, можно неэффективно его получить. Почему неэффективность? Ну, речь идет не просто о результативности, в данном случае речь идет о профессиональной результативности, о компетентности вообще-то. не о том, что любой ценой. Знаете, ведь профессионал чем отличается от специалиста? Чем? У профессионала есть профессиональная марка. Специалисту не обязательно иметь эту марку. Поэтому профессионала специально готовят и отбирают. Понимаете, он не может, вот ты всегда видишь профессионала. Если это, не знаю, ты пришел к парикмахеру, в салон ты пришел, вот ты видишь профессионала и непрофессионала. Они все работают в одном месте. По тому, как он относится к инструментам, как он относится к своему месту. Водитель, вот ты сел к таксисту, к профессионалу, он отличается от таксиста непрофессионалу. Хотя, вроде, машины похожие, вот, едет он, вроде, тоже неплохо. Ты это всегда видишь по тому, по наличию вот этой вот профессиональной ценности или отсутствию этой ценности каждого человека. профессионал точно знает, сколько чего стоит. Специалист нет. Специалист думает, слушай, а может, бахапнуть еще? Но все равно просто не надо объяснять. И объяснять, в этом смысле, не надо. Он точно знает. И я сталкивался с людьми профессиональными, которые, ну, меня просто поражали. Была удивительная у меня история, когда мы первую книжку делали в Московском университете. Это была первая моя книга с авторствием с двумя моими коллегами. Это был 85-й, по-моему, год. Вот. И нам захотелось, мне захотелось лично, сделать обложку. Не просто вот серую, такую обычную, а вот что-то, чтобы было на этой обложке. А книжка была посвящена аттестации кадров. Вот. Я пришел в издательство Московского университета к художнику. Я говорю, вот такая вот у нас есть просьба к вам. Он говорит, так нет вопросов, только скажите, о чем эта аттестация кадров, про что это, как это должно выглядеть. Я взял без бумаги, значит, где-то нарисовал виши, где-то нарисовал там что-то типа подиума, значит, этого пьедестала, почета. В общем, какие-то нарисовал рисунки. Я ставил ему, ну, как я умею рисовать. Вот я говорю, идея вот такая. Проходит какое-то время, он говорит, ну что, эскиз готов. Я говорю, сколько это будет стоить? Он говорит, от 70 до 120 рублей. Нас трое участников. Я обращаюсь к своим коллегам, говорю, ребят, значит, от 70 до 120, я поеду, тогда закажу. Они говорят, ну что, по 40 скидываемся? Я говорю, почему по 40? Они говорят, ну, слушай, если человек сказал 120, значит, он и возьмет 120. Правильно же? Я говорю, я не знаю, он сказал, от 70 до 120. Ладно, но беру с собой 120. Приезжаю, встречаюсь с этим художником. Он мне показывает, мне нравится, обложка классическая до сих пор. Да, такая книжка получилась, хорошая, и обложка соответствующая. Я к нему, у меня в кармане 120 рублей, но я на всякий случай спрашиваю, сколько мы вам должны? Он говорит, 70 рублей. Я достаю, отчитываю 70, кладу на стол, говорю, слушайте, вот я тут со своими коллегами пообщался, они говорят, ну, сказал 120, значит, 120 должен взять. Я говорю, работа стоит 120, действительно. Вот, вся работа стоит 120. Из них 50, это идея, 70 воплощений. Идея ваша. Ваша же идея. Поэтому, как я могу взять за то, что не является моим? То есть, вы заработали 10 рублей еще на это? Два по 40, у вас еще 10 осталось. Эти 50, эти 50, мы, естественно, сделали презентацию книги. Понятно. Мы взяли тираж, не знаю, на кафедре устроили, купили там, не помню, какие-то торты, соки там и так далее. Это была впервые презентация. Это 86-й или 85-й год. Мы собрали друзей, всем подарили эту книжку. Вот это профессионал. Это профессионал, да. Вот это профессионал. Мое представление. Профессионал, он точно знает. Он находится внутри этой профессии. Он понимает, что малейшее нарушение каких-то принципов или норм этой профессии приводит к тому, что ты депрофессионализируешься. Понятно. В книге мне впечатлило утверждение о том, что удовлетворенность работников достоверно снижает текучесть персонала, но не повышает эффективность. Значит ли это, что для повышения эффективности лучше удовлетворенные работники? Я, кстати, не шучу, потому что для меня неудовлетворенность это большой стимул. Когда меня спрашивают, что меня мотивирует, то для меня неудовлетворенность, я сейчас не шуточный вопрос задаю. То есть, означает ли, что для повышения эффективности лучше неудовлетворенные работники? Ну, смотрите, в наших случаях формулы, они всегда звучат немножко странновато. Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Была такая формула. Означает ли это, что электрификация — это коммунизм минус советская власть? Ну, конечно, нет. И когда мы говорим про вот эту самую удовлетворенность, то имеется в виду, что человек удовлетворенный, он отличается от вовлеченного тем, что удовлетворенность связана с твоим рабочим местом, с теми условиями, в которых ты находишься. Это и зарплата, это и само рабочее место, это и процесс трудовой, в который ты включен. Ну, и так далее, и так далее. Все, что касается вот этого самого рабочего процесса. Вовлеченность — это несколько другая штука. Она связана с моим отношением к компании в целом. Мне могут меньше платить, я буду все равно вовлечен. Это несвязанные вещи. Потому что я человек Toyota. И все, и мои дети будут людьми Toyota. И это никак не связано с тем, сколько мне за это платят. Это как бы другое измерение, другая проекция отношения. Конечно, это связано с тем, что тебе кучу чуть меньше. Потому что я привязываюсь. Когда мы говорим про лояльность, то всегда надо понимать, что мы хотим. Какую лояльность? Это же в английском языке одно слово. Ну да. А у нас, смотрите, если у меня семейная культура, то у нас что? Привязанность. Если у меня бюрократическая культура, то у нас что? Принадлежность. Если у меня предпринимательская культура, то у нас что там лояльность? Приверженность. Если у нас партнерская культура, то что у нас там? Причастность. И смотрите, у нас четыре слова на букву П, вместо одного слова английского на букву Л, понимаете? Потому что контексты разные, то ли я привязан к лидеру, и тогда все зависит, знаете, король умер, да здравствует король. Это не для всех подходит, для некоторых семейного типа. Король умер, и часть меня тоже умерла вместе с ним. Любой следующий король будет сравниваться с предыдущим, и не всегда в пользу следующего, обратите внимание, идет вот этот процесс сравнения, потому что это связано не с деятельностью самой, а с отношением. Наши отношения – ключевая вещь. Поэтому можно ли сказать, что неудовлетворенный сотрудник стремится к большей эффективности, я бы сказал так, словами Стива Джобса, помните его стэнфордскую речь? Стэнфордскую, помню, недословную, правда. «Будьте», как он обратился, «будьте голодными и безрассудными». Вот ключевая. В этом смысле неудовлетворенный, если он голодный до дела, до достижения, то, конечно, такие должны быть. Естественно, нет, потому что удовлетворенный в этом смысле воспринимается как насытившийся, как присыщенный, присыщаемый этой деятельностью. Вот этого нельзя допустить, конечно. Тахир Иосифович, мы сейчас поговорили… А не в зависимости от компании? Если она благотворительная, то почему нет? Да. Мы сейчас поговорили про счастливую компанию, про счастье. У меня есть еще вопросы на эту тему, но я хочу сейчас предложить сделать следующее, что мы все-таки сейчас закончим со счастьем, послушаем потом… Это хорошо звучит «закончим со счастьем». Закончим со счастьем в хорошем смысле, чтобы у меня есть еще один дисковарный вопрос. Завершим в смысле тему счастья. Да. Завершим тему счастья. Если наши слушатели проявят интерес в виде лайков, комментариев, ну или вопросов к вам или ко мне каких-то дополнительных, то мы просто продолжим, потому что, ну, судя по тому, что мы встречаемся второй раз, мы с вами синхронизировались немножко… Ну, если мы для этого даже Международный форум труда решили… Решили посетить. Провести. Я помоложе, поскромнее. Ну, один вопрос хочу все-таки выяснить для себя. Потому что в книге я увидел такой контекст, что вы описываете внедрение производственной системы Toyota, ну, идеологии производственной системы Toyota, как своего рода противоположное счастью. Потому что скатили потери, скатили 30% сотрудников, утратили безопасность, ну, сотрудники, понятно. И по контексту мне показалось, что вы как бы недолюбливаете производственную систему Toyota. То, что мы с вами вначале сегодня обсуждали, я слышу как раз, что вы говорите, уберите бесполезные процессы, создайте команду. Ну, то есть, я вижу, ну, другое. Так, все-таки, ваше отношение к производственной системе Toyota, потому что я-то бережливец, как я сейчас считаю, который развивается в небережливой среде. Потому что строительная отрасль, она далека от автопрома. Вот. Хотел узнать. Ну, опять, опять долгий разговор. Ну, смотрите, разве лин переводится как бережливая? Ну, Юрий Павлович Адлер вместе с Сергеем Турко, Глафредом Альпина, они говорят, что мы лучше не смогли. Потому что Турко перевел как бережливый. Понятно, переводится и тощий, и тонкий, и вот там, неидеальное название. Ну, это жизнь. Все, он говорит, нет, я не про то, что идеальное или неидеальное. Я про… Это не прямой перевод? Да. Да. Я про суть. Угу. Вот в чем суть вот этого самого лин. Понимаете, я вот думаю, я видел, это не моя как бы идея, такой перевод, никакого отношения к лину не имеющего, думающая компания. Syncing Company, то есть они Т, ну, понятно, что это придумка, опять же, так скажем, уже, скажем, пиарщиков, да, как бы, как отобразить. Думающая компания. То есть для меня лин – это думающая компания, это саморазвивающая компания, в которой как раз работают сотрудники, которые это делают с удовольствием, получают за это и статус, и признание, и благополучие, в том числе и финансов. Ну, сама идея-то в чем вот этого самого лин? Почему тощий? Почему тонкий? Минимум запасов, устраняй потери, устраняй бесполезные действия, устраняй бесполезные процессы. Постоянно самосовершенствуйся. Вот спортсменов с жирком мы не встретим. Да. Логично? Да. То есть они поджары. 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 То есть вот мы у себя, да, иногда мы говорим про себя, да, что мы быстро и технично, и мы поджары. Мы как про себя говорим, потому что насколько получается, мы там стремимся к тому, чтобы быть более полезными для общества, но в том числе сохраняя свою собственную эффективность и прибыльность. Обратите на это внимание, что получается, что вот эта самая поджарость, она связана с вот этим мыслящим, думающим. Да? Почему думающим? Почему thinking company? Да. То есть я рефлексирую то, что со мной происходит. Угу. Я осознаю это. Я принимаю решения, видя эту ситуацию. Вопрос счастья как раз в этом и состоит. Насколько я это делаю, но не то что автоматически, да, а естественно, без напряжения. То есть сама система Лина, о которой мы говорим, по сути внутри себя имеющая вот эту вот петлю обратной связи. Я все время анализирую все, что со мной происходит. Да. Задача в этом состоит. Анализировать и улучшать. И видоизменять. Это как бы ключевая вещь, за счет которой я вдруг могу очень точно в этом мире выстраивать отношения. И ключевая вещь по отношению к самому себе. Если я это делаю естественным образом, то это близко к пониманию счастья, да. Если я это делаю, ну как бы, насильственно, противоестественно по отношению ко мне, то какое же счастье? Это насилие над собой. Да, но я для того, чтобы как раз лучше доносить для своих сотрудников, ну о чем я сегодня на конференции как бы рассказывал, я сделал такую свою собственную интерпретацию. То есть я перешел не бережливое производство, а бережливое мышление. Да, что это метод постоянного совершенствования, основанный на поставить на совершенствование, на устранение всех потерь и уважение, да, того, чего очень сильно не хватает. Потому что термин уважение, он же тоже широкий. Все же праздновали понимают, что такое уважение. И ключевые принципы это создание ценности, да, то есть создание того, что важно для другого человека, для другого подразделения, для клиента, для внешнего. И последний тезис, да, это как раз про системность и здравый смысл, что мы должны еще опираться. Особенно когда мы в России находимся, то для нас как раз термин здравый смысл более понятен. То есть мы не говорим, что минимальный запас, мы говорим минимально необходимый запас. То есть думай о том, сколько тебе потребуется запаса на будущее. То есть мы используем такую терминологию, она нам более понятна. Потому что когда мы просто берем производство, это слово какое-то. А нам нужно изменить порядок мыследеятельности. То есть мы сотрудников говорим, когда ты приходишь в эту компанию, начинай, пожалуйста, думать чуть-чуть по-другому. И расскажем, как это делать. Но вернемся все-таки к Тойоте. То есть в книге мне показалось, что вы считаете, что это такая жесткая технология, которая просто соглашает? Нет, нет. Мы здесь обращаем внимание на то, что есть технология, как нечто передаваемое кому-то, а есть люди, которые эту технологию используют. Лечь только об этом была. Знаете, вопрос ведь не в том, представим себе, что есть замечательный инструмент флейта. Прекрасный инструмент. Но это же только возможность мелодии. Концепция Тойота – это флейта. Это возможность мелодии. Красивая, все там продумано кем-то, описано кем-то. Вот теперь я беру эту флейту и я хочу исполнить мелодию. И издается ужасный звук. Например. Или получается прекрасная мелодия, что и ожидалось. И у меня тогда сразу вопрос. В какой степени ответственно, условно говоря, ответственно, или вклад чей в то, что получилась эта мелодия, приятную слуху людей, каков вклад самой флейты, каков вклад исполнителя, музыканта. И у меня сразу возникает вопрос. А чья мелодия? Чья мелодия исполняют? И когда кто-то у нас в стране или в любой другой стране внедряют какие-то методы, например, Тойоты, или сбалансированные системы показателей и так далее. Не буду перечитать, вы все знаете прекрасно. Знаете, они будут еще появляться. Какова ответственность Тойоты за то, что кто-то не сумел это внедрить? Никакой. 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 Исходно это представление Тойоты о счастье. Это исходно их представление. Как я могу это реализовать у себя с тем, чтобы получить счастливую компанию, свою сделать счастливой? Думаю, что можно. Это можно. Так же, как Хаторнский эксперимент знаменитый Элтона Мэйо. Теперь-то мы понимаем прекрасно, что вообще не важно, что бы он там изменял. Освещение, температуру, режим работы. Понимаете этих сборщиков реле? Не имеет ничего значения, кроме того, что мы это делали. Мы внедряли изменения. И наблюдали. Вот это было ключевым фактором. Как я как-то в свое время купил замечательный сборник персидских пословиц и поговорок. Там академическое издание было, Академия наук СССР. А там объяснение еще, поговорки. Прямо разъяснение того, что там имеется в виду. Мне понравилась поговорка о том, что тебя-то я и боюсь. Так оно звучит. Объяснение следующее. В какой-то семье высокопоставленных, богатых, благородных людей вельмож работал нянькой. Работал какой-то эфиоп. Очень темный, значит, такой вот нянька. И однажды они уходят, родители уходят на какое-то там событие, оставляют ребенка с этим самым эфиопом. Вот. Ребенок заплакал. Он начинает его качать и говорит, не бойся, я же с тобой. А ребенок ему отвечает, тебя-то я и боюсь. Да. Поэтому иногда люди говорят, мы делаем замечательную, предлагаем вам технологию. Мы предлагаем вам такую вот возможность. И действительно, где-то эта возможность шикарная. Как удалось Петру сделать вот в этом городе то, что никому не удавалось и не удалось бы. Понимаете? То есть была перенесена какая-то часть вот этой ценности. Часть этой культуры, понимаете? Которая прижилась, слава Богу, вот и разворачивается, развивается. Да. Вы же слышали эту фразу гениальную. Блестящая ошибка Петра называется наш город еще. Не исключено. У меня-то впечатление, что Петр создал, это парадоксальная вещь. Петр создал город и обрек Россию на то, чтобы быть всегда богатым и образованным. Вот что он сделал. Понимаете? Я вот с этой стороны смотрю на Санкт-Петербург. Да, классно. Этот город содержать может только богатый и образованный народ. был ли это замысел внутренний или нет, я не знаю. Но в рамках нашего разговора вот об этом идет речь. Вы лучше меня знаете о том, что такое вытягивающее производство. Понимаете? А вот есть еще вытягивающая культура. Способ вытягивания культуры через, не знаю, подарить дорогую квартиру своему ребенку, он вынужден будет либо от нее отказаться, либо заработать на то, чтобы ее содержать. Тахир Иисупович, я вынужден буквально сказать эти слова. К сожалению, время нашего разговора подошло к концу. Напомню, что сегодня в гостях у программы уже во второй раз был Тахир Иисупович Пазаров, доктор психологических наук, профессор МГУ, создатель учебников по психологии управления и замечательный собеседник. Тахир Иисупович, спасибо большое. Спасибо. С удовольствием провел это время. Спасибо.